Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русских Иван, я вас приветствую. Сегодня мы поговорим с вами об одном очень важном нюансе, который в значительной степени определит успех выращивания томата, да и других растений. Это будет все касаться и других растений, выращиваемых преимущественно в защищенном грунте через рассаду, а именно о режиме питания таких растений. На примере растений томата я вам покажу, как два разных состояния растений одного и того же сорта заставляют нас подбирать разные подходы к подкормкам. Конечно, сейчас одна из наиболее горячих тем в садоводстве, ну именно в огородничестве, в томатоводстве, это подкормки. В принципе, рассада повсеместно уже высажена в грунт, в теплицы, она уже начала приживаться, немножечко холода ее прижали, она, если вы пользовались нашими советами, пошла в рост, избежала болезни, гнили, и все с ней хорошо. И сейчас, конечно, вот там вторая подкормка, третья подкормка, последующая подкормка, чем кормить, что делать. И, конечно, блогеры наперебой советуют, 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 подлейте тем, подлейте этим, сделайте какие-то еще подкормки. И, в принципе, я могу сказать так, что преимущественно блогеры правы. Последующие подкормки до образования первых плодов должны содержать в себе примерно одинаковое количество азота, фосфора и калия. И такие подкормки должны продолжаться вплоть до созревания хотя бы первого плода первой кисти. Однако, все советы, нюансы, которые дают блогеры, они подходят преимущественно, и не преимущественно, а можно сказать, только в той теплице, в которой работают сами блогеры. На самом деле, при широкой аудитории ситуаций, с которыми сталкиваются огородники, очень большое количество. В процессе выращивания рассады многие огородники ведутся на такие непрофессиональные советы блогеров, которые не имеют ни агрономического образования, если имеют, но почему-то дают странные советы. Потому что для того, чтобы рассада не вытягивалась, ее надо поменьше кормить, не давать ей удобрений. А я все время говорю о том, что рассада должна быть максимально закормленной. Вот здесь мы специально вырастили растения одного и того же сорта, из одних и тех же семян. Прям одно и то же освещение, один и тот же полив, все то же самое было. Только вот этому не давали подкормки, а вот этому давали полную подкормку и даже больше. И вот посмотрите, вот это растение вытянулось, а вот это вот осталось коренастым. При этом, когда я смотрю на это растение, я вижу, что оно уже перешло в генеративную фазу, активно перешло в генеративную фазу. Здесь есть цветочек, и оно перешло к образованию уже кистей. Кисть здесь маленькая, хиленькая, здесь только один цветочек на этой первой кисти. Это, конечно, неправильно, это слишком рано. Почему? Листья – это столовая, корни – это фура с продуктами питания, а плоды – это готовое блюдо. И если количество вот этих поверхностей листовых будет слишком маленькое, растение никогда вам не даст хорошего выхода блюда, готового блюда. Здесь кухня, здесь всё готовится в этих листьях. Поэтому, когда мы говорим с вами о подкормках, вы должны обязательно продиагностировать состояние своих растений. Вот в начале июня растения томата, ну, в умеренной зоне возделывания в теплицах, которые не отапливаются специально для получения раннего урожая, потому что, понятно, профессиональные фермеры, которые выращивают томаты для продажи на рынке, они уже имеют и вторую, и третью кисть с завязью, потому что им чем быстрее на рынок отвезёшь, тем лучше. Ну, а любители, вот такие, как я, они вот недавно только высадили в грунт эту самую рассаду, и, соответственно, ещё до первой кисти созревающей, ещё далековато. Так вот, растения должны сейчас находиться в вегетативной фазе. Вегетативная фаза – это толстые верхушки, это, ну, если и есть первая кисть, то на эту дату, на начало июня, она ещё, ну, так сказать, только-только собирается расцвести. Это тёмно-зелёные листья, это такие толстые верхушки, иногда с подкручивающимися листьями, такие лёгкие признаки жирования есть. Это обильная листовая масса, ну, ещё пасынков нету, они ещё там только где-то-где-то немножечко зарождаются. Стебли толстые, стебли сочные, стебли в каком-то таком, ну, нормальном, полном развитии. Про генеративную фазу можно сказать так, что верхушки тонкие, верхушка не имеет никакого антоцианового окрашивания, она зелёная, зачастую бледно-зелёная. Вот она такая тоненькая, она такая совершенно мягенькая, она неупругая, а листики все пряменькие, ровненькие, они подкручиваются, в ней нету силы. Растение уже готово перейти к цветению, но у него нет сил для того, чтобы вытянуть этот хороший урожай. Поэтому сейчас все силы, после того, как растения прижились, должны быть направлены на то, чтобы вегетативная масса, а уж тем более, если вы такую дзыбатую рассаду взяли и вот до сих пор закопали, что, в общем-то, правильно, и у неё здесь пошло образование корней, уложили вот так и закопали. Все силы сейчас надо бросить на то, чтобы такая рассада дорастила, дорастила листовую вегетативную массу, перешла назад в вегетативную фазу роста. Конечно, вот такая рассада в генеративной фазе, когда она высаживается в генеративной фазе, уже готова плодоносить, она даст примерно на 10-12 дней урожай позже, потому что ей понадобится ещё почти неделя для того, чтобы восстановить вот этот сильный вегетативный рост. В то же время без вот этого вегетативного роста вот такая голодная рассада не позволит вам получить хороший богатый урожай. Поэтому для рассады, которая была выращена при очень хорошей подкормке, при максимальном, так сказать, уходе, при регулярных подкормках, когда я рекомендовал, что вот в каждый полив вы должны добавлять жиденькие удобреница и кормить, 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 чтобы она была толстая, мощная, жирная такая. Вот ей нужна подкормка сейчас буквально вплоть до созревания, начала созревания первого плода, первой кисти. Нужна подкормка с азотом, фосфором и калием примерно в равном соотношении. Вот этой вот рассаде в течение ближайших двух недель нужны ударные дозы азота. Это может быть куриный помёд разведенный, это может быть конский навоз, это может быть мочевина, это может быть любая селитра, это может быть всё, что угодно. Чем активнее вы будете её сейчас кормить азотом, тем лучше. Конечно, небольшое количество фосфорокалия ей тоже нужно, но она это всё возьмёт из тех запасов, которые уже есть в почве, и из той заправки, которая была сделана при подготовке почвы в теплице. Но без азота, без того, чтобы она нарастила достаточную вегетативную массу, не обойтись. Как только появляются на ней, она снова здесь пойдёт, нарастает, 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 нарастает листья. Не забывайте, что она вот так вот закопана вот до сих пор. И как только появится первая кисть, азотные подкормки для такой закормленной рассады мы прекращаем, потому что запаса азота достаточно в почве, азотом она напиталась, она ушла в вегетативную фазу. И с появлением первой кисти, вот это вот можно вообще оторвать и выкинуть, оно не нужно. С появлением здесь снова первой кисти необходимо азотную подкормку прекратить и перейти только к фосфорно-калийным, дожидаясь образования первого плода. Как только первый плод образовался, мы с вами встретимся снова и поговорим о правильной подкормке томатов. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!